Всем привет на канале AllDachman. Сегодня у нас с вами воскресенье 6 июля 2024 года. Сутки прошли после того, как наша сборная по футболу, сборная Германии, проиграла испанцам со счетом 1-2. Игра была действительно очень напряженная, давали дополнительное время, потому что они уже вели 1-1. И по дополнительному времени все-таки под конец испанцы действительно забили красивый гол. Тут ничего не скажешь, гол был действительно красивый. Но, увы, увы, вкратце по этой игре было за всю игру выдано 14 желтых карточек. 8 карточек было выдано в сторону немецкой сборной, 6 карточек в сторону испанской, плюс 1 красная карточка. Один испанский игрок был удален с поля. Ну что, немцам ехать некуда, они и так у себя дома, они проиграли в Штудверте. Ну что ж, это спорт. И спорт не должен никак быть втянут в политические дрязги или идти параллельно вместе с политическими вопросами. А именно, почему я решил сделать вот такое вот видео. Вы, конечно, многие, кто из вас следит за спортом, за футболом, вы уже прекрасно все это знаете. Даже лучше меня можете разбираться, тем более в этих тотализаторах, в этих ставках на футбол и так далее. Я хотел вам сказать о другом. О политике в спорте. После того, когда турецкая сборная играла со сборной Австрии, турецкий футболист, как его зовут, Мерит Демираль, после того, как он забил гол, показал жест, используемый у ультраправых, скажем так, не фашистов, не неоцистов, ультраправых националистов Турции. И, естественно, это вызвало бурю негодования, недоумение среди вот этих вот функционеров УЕФА. И его не дисквалифицировали, его закрыли на две игры следующих. Потому что такие жесты в спорте тем более недопустимы. Этот жест относится, равносилен тому же самому, что и Хайгитлер здесь в Германии. Если кто-то из людей на улице кому-то покажет такой жест, он может в лучшем случае заплатить штраф, в худшем случае загреметь за решетку. Точно так же вот этот вот жест, как они делают, вот такой вот жест, вот такой вот жест. Группа вот эта вот ультранационалистов называет себя серыми волками. Они считают себя идеалистами, они стоят за чистоту нации и так далее, и так далее. Но вот этот вот игрок поступил довольно-таки некорректно в отношении абсолютно всех присутствующих на стадионе. Турецкие фанатики его, конечно, поддержали, не фанаты, а фанатики. Поддержали, верещали, кричали. После игры еще были многие, во многих городах были беспорядки. Много турецких футбольных фанатов позакрывали на сутки в КПЗ, для того, чтобы они опохмелились, для того, чтобы они пришли в себя и успокоились, потом пропускали. Но тренеры турецкой сборной подали апелляцию с требованием восстановить вот этого футболиста в его правах и дать ему возможность играть на чемпионате дальше. УЕФА уперлась, скажем так, рогом в то, что футболист повел себя некорректно, нарушил правила поведения, нарушил правила этики, показав такой жест. Что можно сказать по этому поводу? Когда люди, приходящие в спорт, пытаются это как-то связать с политикой, причем продвигают свои, скажем так, национальные интересы в спорте. Допустим, Олимпиада или Спартакеада, или вот как сейчас чемпионат Европы, или вот будет сейчас Олимпиада во Франции. Люди защищают интересы своей страны, своей нации путем своих спортивных достижений, своих спортивных показателей. Но когда они прекрасно понимают, что такие жесты, как вот этот вот Хайл Гитлер или вот этот вот, как он называется, Вольфенгрус, я не знаю, как это по-турецки, И когда такие жесты показываются в общественных местах, то это уже к спорту не имеет никакого отношения. И я считаю, что функционеры УЕФА, вот управление УЕФА, поступило правильно, заблокировав этого игрока на две следующих игры на этом чемпионате. Почему они его не заблокировали совсем? Потому что многие считают, что Турция, турецкая команда не такая уж и темная лошадка, мол, типа они вылетят по-любому с этого чемпионата. Кто знает, кто знает, вон Грузия же все-таки сделала несколько команд, причем очень хорошо, и никто этого даже не ожидал. Но политика, когда она впихивается именно в спорт, насильно вставляется в спорт, да и не только в спорт, да и не только в спорт. Во многих мероприятиях, будь то какие-то музыкальные конкурсы или еще что-то, все это сопряжено с тем, что вот этой стране, допустим, нужно сдать столько баллов, а этой стране нужно сдать столько баллов, а у этой страны нужно отнять какое-то количество баллов, потому что поведение участников или власти в этой стране не нравится организаторам фестиваля. Понимаете, о чем я говорю? И вот так вот сейчас последние годы происходят везде. Это не новинка, это не нонсенс, но это происходит сейчас везде. И когда такие вот жесты везде выбрасываются на различных общественных мероприятиях, как вот этот вот значок, вот эта вот фигня, с одной стороны можно это соотнести с тем, что по всей Европе сейчас к власти, в парламенте, в разных региональных управленческих службах приходят ультраправые, приходят националисты, вот как, допустим, в Италии, Джорджа Мелоне, или сейчас во Франции творится что-то непонятное, опять сейчас будет повторный тур, опять будут выборы, если Мари Лепен выиграет, это будет, с одной стороны, это будет крах для всех европейских политиков, которые привыкли жить тихо, мирно, попивая где-нибудь виски или бренди у себя на кресле-качалке, где-нибудь на террасе, в горах, укрывшись пледом, вдруг для них это станет чем-то неожиданным, потому что они привыкли к старому устрою жизни, они привыкли к старым своим понятиям, и они не хотят ничего менять, но, увы, люди-то живут, поколения подрастают, и многим молодым хочется изменений в своей политической жизни и социальной жизни, и многие люди, допустим, молодые, 20-30-летние, они прекрасно понимают, что те взгляды и политические интересы, которые до сих пор продвигаются в странах и на международной арене, уже давным-давно устарели, нужно продвигаться вперед, а политики, засидевшиеся у власти, не хотят этого понимать, поэтому сейчас происходит такой вот бурный всплеск вот этих ультра-национальных движений, ультра-радикальных партий, которые требуют кардинальных изменений в своих странах, и, естественно, здесь, в Германии тоже, после того, когда вот у нас каждые выходные стали в крупных городах Германии проходить вот эти, скажем так, спонтанные демонстрации в поддержку Палестины, за создание государства халифат, народ начал просыпаться, выходить из вековой спячки, и постепенно до людей стало доходить, что елки-палки, все наши традиции стоят под угрозой, не срыва, а под угрозой падения в пропасть, потому что вдруг в нашей стране те люди, которые приехали сюда, как беженцы, как мигранты, как ищущие политическое убежище, вдруг показали свое истинное лицо, с этим надо что-то делать, а политики, находящиеся сегодня у власти, делать с этим ничего не хотят, ничего не хотят, поэтому и происходит то, что мы видим сегодня с вами на улицах Италии, на улицах Франции, здесь в Германии, Англия уже вышла из ЕС, там сейчас тоже бардак, вот этот вот индиец Сунак потерпел крах со своей партией, я не особо интересуюсь политикой Великобритании, но его отношение к европейской политике можно считать таким же похабным и таким же пренебрежительным, как и у предыдущих его примеров, того же самого Бориса Джонсона. Но опять вернемся к спорту, я же начал про спорт, так давайте вот мы начал про спорт и закончим спортом. Когда спорт действительно не связан с политикой, он чистый, он красивый, он эстетичный, на все эти мероприятия спортивные, на все эти игры, турниры приятно смотреть. Но когда в этот спорт насильно или как бы из-под воль нехотя впихиваются вот такие вот ультрарадикальные элементы или какие-то расистские высказывания, или дискриминирующие какие-то выражения в отношении, допустим, каких-то других игроков или еще что-то, то спорт уже перестает быть чистым спортом, это уже становится грязью. А в такой грязи нормальные люди участие принимать не хотят. Это все, что я хотел вам сегодня вечером сказать. Не забудьте подписаться на этот канал, поделиться видео с друзьями, оставить лайк, свой адекватный комментарий, вести себя корректно на канале, уважать точку зрения и мнение своих оппонентов, конечно же относиться снисходительно к тому, что если, к примеру, авторы фильма где-то сделали какую-то ошибку, то на ошибках стоит жизнь. Не было бы, ни ошибок не делает тот, кто не делает ничего. Ну и оставайтесь с нами, у нас всегда есть что-то интересное и полезное для всех возрастов на нашем канале. Канал Old Dutchman, если что. Всем удачи, пока. Субтитры сделал DimaTorzok